Недавно я рассказывал о том, как банковская система наша начинает достаточно интересно работать. В частности, Тиньков Банк ввел различные гонения на своих же клиентов, на своих вкладчиков по поводу валютных всяких дел. И я листаю и вижу какое-то совершенно новость, дикое сообщение уже о другом банке. Написано, что Альфа-банк будет блокировать счета клиентов, если по ним оборот составляет более 200 тысяч рублей за два месяца. Я сначала не поверил своим глазам, но телеграм-канал Бриф об этом сообщал. Я поделился со своими коллегами, у кого счета есть, я знаю, в Альфа-банке. Говорю, вот так и так, смотрите, больше 200 тысяч, а что такое 200 тысяч? Это ни о чем. И я думаю, ну, вроде канал Бриф, он такой, ну, в принципе, нормальный, вроде бы не врет особенно. Вот, проверяет информацию. Я стал смотреть. И вот, что я обнаружил через некоторое время. Уже другой канал, InfoJet Finance, ну, и то же самое было, это сообщение уже у многих было, там, в частности, на Коммерсанте, то есть я могу сослаться. Компания, которая обеспечивала защиту платежных транзакций, проверку пин-кодов на картах крупнейших российских банков, свернула свою работу. Банки уже меняют зарубежное оборудование на отечественное, однако это может занять длительное время. Tales Group. Я не знаю, как читается. Tales Group. Международная компания, которая создает высокотехнологичные продукты и услуги на нескольких направлениях. Цифровой идентификации, безопасности, тра-та-та-та-та-та-та. Вот. Название банков, которые работали с Tales, представитель компании «Раскрывать» отказался. Это французская компания, насколько я понял. Однако, согласно данным на сайте госзакупок, с 2014 по 2021 год конкурсы на поставку и лицензию модулей и программного обеспечения Tales объявили Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов ВБРР и Западно-Сибирский коммерческий банк. Сама Tales также сообщала на своем сайте о сотрудничестве с Альфа-банком. Вот такая история. Ну, что это значит? Я в других источниках почитал, что, в общем сказать, ну, у многих банков стоит оборудование от этой компании для проверки пин-кодов, для проверки транзакций и так далее, но не полностью, а частично. А вот у Альфа-банка просто все, все, что касается вот этой вот защиты и безопасности от компании Tales, которая уходит с российского рынка. Что это значит? Это значит, что банк, как говорится, будет не совсем в состоянии проверять вот эту вот, ну, секретность транзакций и достоверность пользователя. И поэтому он опасается, что счета и средства клиентов будут, ну, как бы подвержены каким-то хакерским атакам более, ну, более подвержены и менее защищены. И поэтому решил обезопасить себя от потока вот таких исков, которые, ну, будут, если там мошенники будут списывать деньги, а банк никак не может это отследить. Соответственно, банк решил обезопасить себя и вот такое заявление сделал. Опять же, я ссылаюсь на то, что видел. Ну, об отказе сотрудничества компании Tales я видел, а в других чатах и в других информационных ресурсах я видел о том, что именно это относится, ну, больше к Альфа-банку, так сказать, все проблемы. Вот такая история. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Как вы считаете, это все реально или нет. Если есть ссылки, какие-то ссылки. Если есть опровержение, пожалуйста, напишите опровержение, потому что, ну, мне это очень интересно, конечно же, потому что, ну, меня тоже немножечко касается. У меня есть счет в Альфа-банке. Вот, поэтому вот такая история. Ну, и я считаю, в общем, своим долгом, ну, предупредить, по крайней мере, всех, что средства в банках и что не только у Тинькова проблемы начинаются, начинаются проблемы и у других банков. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демятков Юрий. С вами был Демятков Юрий.